Если я вас сейчас туда заведу... Кто является самым влиятельным человеком России? Думаю, 99% людей ответят, что это Путин. Хотя на всякий случай скажу, что 100%. Это правильный ответ, но только отчасти. Многие слышали имя Герман Греф, но подробно об этом человеке широкие массы не знают. И это очень странно, ведь его даже официально признавали одним из самых влиятельных людей в стране. И сегодня мы расскажем, почему этот человек по влиянию может конкурировать даже с президентом России. Только попросим тебя поставить твой влиятельный лайк этому видео и посмотреть его до конца. Кстати, чтобы не прерывать целостность видео, сразу скажу, что стали известны подробности закрытия игры на ТНТ. И это не просто какая-то история с окончанием шоу, это какая-то почти бандитская разборка, в которой Масляков признался, что сам закрыл игру и не пошел ни на какие уступки. Вот так, в открытую. Все подробности на моем канале по ссылке в описании. Переходи, смотри и подписывайся, плюс поучаствуешь в розыгрыше. Поехали. В России, чтобы добраться до верхушки власти или стать олигархом, а часто это вещи вполне совместимые, не обязательно рождаться в столице в богатой семье. Доказательством является и Путин, и Абрамович, и многие другие. Исключением не стал и Герман Греф. Он родился в селе Панфилово Иртышского района по Владарской области Казахской ССР. Звучит не слишком перспективно. У вас нет перспектив. Но это не помешало Герману Оскаровичу в 2007 году стать председателем правления Сбербанка России и быть им до сих пор. Это не комплементарное видео, нам незачем хвалить человека из правительства, но и специально избегать какой-то положительной информации мы не будем. О юности Германа практически ничего не известно. Говорят, что в школе он был хорошистом. Еще одно доказательство того, что быть отличником для суперкарьеры не обязательно. Это подтверждает и пример Путина, который учился так себе. Еще в 2000 году в журнале Профиль писали, что, как и многие представители молодежи в Казахстане, Герман любил и кое-что покурить, но доказательств этого нет. Хотя какие у этого вообще могут быть доказательства? Информации о том, чем занимался Греф после школы, тоже нет. Она в какой-то степени скрывается, потому что даже в своем автобиографическом интервью Греф решил пропустить этот момент. Почему? Неизвестно. По одной из версий, будущий экономист поступил на факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, но уже после первого курса был отчислен. Герман Греф служил в армии, в отличие от того же Сергея Шойгу, министра обороны, что, конечно, странно, и служил он в спецназе МВД. Его товарищи рассказали о нем довольно интересную историю. В одном из заданий в армии его поставили в поединок против профессионального боксера с условием, что нужно попытаться отстоять до конца. Греф смог отстоять до конца, а сразу после завершения поединка уехал в больницу. Официально же в 90-м году, то есть в 26 лет, он окончил юридический факультет Омского государственного университета и сразу стал там преподавателем. Через три года окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета, а научным руководителем у него был Анатолий Собчак, бывший мэр Ленинграда, переименовавший город в Петербург, а также бывший начальник Путина. В 98-м году вошел в состав коллегии Министерства государственного имущества Российской Федерации, и так он приблизился к власти. 26 марта 2000 года прошли выборы президента России, и, как все мы знаем, победил на них Путин. После назначения Путина для Германа Грефа была придумана специальная должность, министр экономического развития. Греф стал основным инициатором вхождения России во всемирную торговую организацию. При этом какое-то время он являлся и членом Совета директоров Газпрома. Ну и, конечно, то, что называется у нас уроки информатики до сих пор. Это даже не смешно, потому что, ну, я не понимаю, что такое информатика. 12 сентября 2007 года Путин принял решение об отставке правительства, соответственно, Грефу с его должности пришлось уйти. Уже со следующего месяца Герман Греф стал президентом и председателем Сбербанка, которым является и по сей день. Сбербанк является крупнейшим универсальным банком как России, так и всей Восточной Европы, поэтому формальный уход из правительства Грефа никак не уменьшил его влияние. Журнал Forbes смело ставит Грефа в топ самых влиятельных людей России. А как можно вообще определить, кто должен быть в этом топе? Критерием является не размер личного состояния или приближенность к президенту. Это определяется возможностью прямого влияния на большое количество людей. В банке, которым руководит Герман Греф, работают сотни тысяч сотрудников, а обслуживается в нем 70% населения. Благодаря этому по своему влиянию Греф обошел и глав Газпрома, и Роснефти, Миллера и Сечина. Да, получается так, что в России самые влиятельные люди – это политики, банкиры и главы компаний с народным достоянием, нефтью, газом и металлами. Представителей абсолютно частных компаний нет. Это, кстати, ключевой отличие от Запада, там в списке самых влиятельных людей много частных предпринимателей. Несмотря на эпатажного Тинькова и на первый взгляд влиятельного Фридмана, самым упоминаемым в СМИ бизнесменом является именно Герман Греф. На первый взгляд кажется, что глава Сбербанка не свойственна для нашей верхушки власти, довольно европейский человек. Я вкладывал, я сейчас не покупаю криптовалюту, потому что у меня исторически… Я когда-то покупал, когда она стоила совсем мало, я покупал биткоины. Изначально его работа в правительстве была заточена под продвижение на Запад. Вместо Майбаха он предпочитает Теслу и вообще восхищается этим электромобилем. Родители Германа – этнические немцы, его первая жена тоже немка. Однако зарплата у него вполне наша. Ну, как наша? Наших чиновников – более 2 миллионов рублей в день или около миллиарда рублей в год. Плюс журналист Герман Пьяных показал дворец Грефа на Новорижском шоссе. Перед вами дворец Германа Грефа. Построен в водоохранной зоне реки Истра лет пять назад. Здание выполнено в стиле хай-тек, что довольно по-европейски, но его размеры, конечно, впечатляют, как размеры территории. Говорят, что местные жители писали кучу жалоб, но шансов хоть как-то противостоять Грефу у них нет. Человек, оказывающий такое влияние на 70% населения, кажется, может построить особняк в любом месте страны, и этот особняк будет любых размеров. Дело в том, что это корпоративный университет Сбербанка. Вот так оформлено все это здание. И вы знаете, это очень грамотно. Вот представляете, в светлой России будущего, когда придут раскулачивать всех этих любителей золотых унитазов, которые понастроили там на Рублевке тысячеметровые дворцы, придут к Грефу и скажут, это что такое? А он скажет, а ручки-то вот они. Это не мое, это корпоративный университет Сбербанка. Ай, молодец, вы чувствуете? Продвинутый человек не гребет себе в карман. Он правильно оформляет недвижимость. Не берусь предположить, за что конкретно, но Греф имеет ордены за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степени. Помимо того, что его переизбрали главой Сбербанка до 2023 года, с 2013 он является членом Международного совета Американского банка JP Morgan Chase. У Грефа довольно неплохая репутация. Он немного о себе рассказывает, даже что-то о себе скрывает. В крупных скандалах и разоблачениях замечен не был. А в конце своего интервью он ссылается на инков, цитируя их. Не лги, не воруй, не ленись. Верите ли вы, что человек из правительства, а ныне глава крупнейшего банка, в котором работает 310 тысяч человек, может вести честную игру? Ведь не даром говорят, что если ты не изменишь систему, система изменит тебя. Даже самые честные люди, приходя к власти, вынуждены прогнуться под эти правила. Либо их в этой власти не будет. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Повторюсь, Грефа довольно трудно обвинять в каких-то нарушениях, однако его заместительницу все-таки обвинили в хищении 50 миллионов рублей. Правда, на повторное заседание в суде она не явилась. Сложно рассказывать о таких людях, ведь они стараются рассказывать о себе как можно меньше информации. Но если человек на протяжении многих лет является одним из самых влиятельных людей страны, о нем знать не помешает, тем более без каких-либо преувеличений это так. Прямо сейчас переходи на мой канал и смотри видео про тот беспредел, что устроил Масляков. Ссылка в описании, также участвуй в розыгрыше и не забывай подписаться на канал. Мои соцсети тоже в описании, ну и ставь лайк, если тебе нравится подобный формат. Спасибо за просмотр и на связи.